Здравствуйте, дорогие друзья! Это с вами опять Роман Головин. И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как питание сыроедов, их рацион. Попросили на стене. И я решил сегодня сделать эту лекцию. Снял я очень много лекций о переходе на сыроедение, о самом сыроедении, о различных отдельных фруктах, овощах, корешках. Но о самом рационе, как такового, примерных рациона, сколько сыроедов, фруктоедов съедает. Но я, наверное, сделаю сегодня лекцию о сыроедении, а следующая лекция уже будет о фруктоедении и фрукторианстве. Сколько сыроедов в день съедает, даже спросили, сколько в неделю съедает. Ну, не знаю, зачем в неделю там это нужно, сколько белка и так далее, сколько пить воды. Скажу так, сыроедение, она очень обширная тематика, такая же, как и фруктоедение. Сыроедение от слова сырой. То есть есть сыроеды, которые едят сырое мясо, есть сыроеды, которые едят сырую рыбу, сырые яйца, пьют молоко. Это сыроеды. Сыроедение, оно немножко отличается от вегетарианства и веганства. И у них немножко разные выгляды. Если же сыроеды, они что-то убирают, едят сырую пищу, они не заботятся о животных, о шкурах, носить, не носить, сумочкой животных взял, то вегетарианцы с веганами, они как раз-таки, у них есть определенные взгляды, что нельзя убивать животных и так далее. Сыроеды у них немножко по-другому взгляды на жизнь. Они заботятся только лишь о себе, о своем питании и о здоровье. Итак, очень обширная тема. Те сыроеды, которые живут на севере, и где нет ни солнца, нет ни фруктов, ни овощей, да, я, наверное, соглашусь, что, возможно, есть и мясо, и сырую рыбу, и яйца. Но, опять же, повторюсь, есть даже одна деревня, куда ездили некоторые специальные люди, ученые, там люди живут до 120-150 лет, и что они едят? Они едят сырое рыбу, сырое мясо, но как же они выживают? Там же нет витамина С, однако есть. Они едят ягоды, которые там растут. В этих ягодах как раз есть витамины, сохраняют их, потому что в таком климате ягоды очень хорошо сохраняются при заморозке. Эти люди себя чувствуют прекрасно. Но вы поймите, это мясо не такое, как в России, где-то за рубежом, в обычных магазинах продается, там в Украине, в Австралии, в Америке, в Европе. Это не то мясо. То есть это колоссальная разница. Вы поймите, вы не можете пойти в магазин, есть это мясо. Это мясо, и молоко есть нельзя, и рыбу тоже. Только лишь с моря. Но вы посмотрите сначала на цены, сколько это стоит. Допустим, рыба, которая на ферме выращенная, там цена в 3-4 раза дешевле, чем рыба из открытого моря. То есть совершенно разные ценники. Я считаю так, лучше съесть более качественную еду, но меньше. Нежели набрать себе, ух, я сейчас красной рыбки, вкусной с чесночком, еще с чем-то, с лучком. Но там в этой рыбе, понимаете, ничего нет. То есть она просто красная, и если рыбу поймать с открытого моря, там, да, дикую рыбу, которая на ферме выращена, и снаружи только они одинаковые. На самом деле, это как пластилин какой-то, а это настоящее мясо. Там есть и омега-3, и витамины, и микроэлементы, и макроэлементы. Совершенно разные вещи. И если там нету паразитов, то ее, возможно, можно есть, в том числе и на севере. Дальше идем. В основном сыроедение, оно подразумевает питание растительной пищи. Пищу можно термически обрабатывать на сыроедение до 40-42 градусов. Многие сыроеды покупают дегидротаторы, сушат там фрукты, орехи, возможно, семечки различные. Но то, что продается в магазинах, я бы не рискнул бы это есть, покупать, потому что неизвестно, до какой температуры обливают все сухофрукты и сахаром. Есть сухофрукты очень хорошие, но их очень мало, и надо знать, где их покупать. В основном это все делается для бизнеса. То есть они выглядят красиво, те же абрикосы, чернослив, сливы вот эти. И плюс, если вы еще будете использовать очень много сухофруктов, у вас будут проблемы с зубами. Если вы хотите хорошие зубы, сразу забудьте про сухофрукты навсегда. Основное питание, это, конечно, фрукты, зелень и овощи на сыроедение. Те, кто люди живут в умеренном климате, в жарком климате, конечно, мясо и рыба с молоком и с яйцами это не нужно. Тем более молоко это реальный вред. Многие думают, что мясо это реальный вред. Мясо далеко не на первом, не на втором, не на третьем месте, так сказать, поверьте. Дикое мясо, оно совершенно другое, даже если оно отличается по генам. То есть мы же не едим человечное. Если мы ели человечное, оно идеально для нас подходит. То есть, допустим, человек бы ел растительную пищу, да, я белый человек, и я ем белого человека. Это мясо идеально для меня подходит. Но, к сожалению, в нашем мире невозможно, это есть запрещено. Когда мы едим мясо животных, первое, да, вы не знаете, какое вы мясо едите. Если вы едите мясо быка, женщина, допустим, покупает мясо быка, то там больше мужских половых гормонов содержится. Эти гормоны попадают вам в кровь, меняют, дестабилизируют ваш гормональный фон. Если мужчина постоянно покупает мясо коровы, а в основном мясо коровы продают женское мясо, там женские половые гормоны. Плюс еще и генетика другая. То есть эти гены коровы попадают в ваш организм. Они тоже вашу структуру могут менять. И поэтому нет смысла это есть. Как начинается день сыроеда? Вы не путайтесь. Есть сыроедение, есть фрукторианство. Это немножко разная тема. Фрукторианство это не сыроедение уже. Это часть сыроедения, но это отдельная тема. Она вынесена отдельно. Так же, как сокопитие и малоедение. И вообще не едение. Это немножко разные ступени, а сыроедение, оно очень обширное. Сегодня мы о переходе не будем говорить. Сейчас более конкретно расскажу, чтобы уложиться в одну лекцию. Допустим, вы утром встали, вы уже перешли на сыроедение, чистки прошли, очищение кишечника, печени, почек, мифатической системы. Вы смотивированы. У меня все эти лекции есть. Можете посмотреть. Повторяться сейчас не буду. Утром вы должны понять, есть еда, есть вода. То есть, при переходе и первые там два года я бы рекомендовал пить больше воды до двух, до трех литров. Про воду я сегодня также говорить не буду, какая она бывает. У меня две или три лекции на канале. Три лекции можете посмотреть про воду. Утром некоторые сыроеды, когда встают, ну, буквально через час пьют воду. Кто-то пьют просто воду, кто-то пьют воду лимоном, кто-то с медом. Это ваше дело, ваши понятия. Мое отношение это уже другое дело. Другая лекция, просто я не успею сегодня все это рассказать. В основном сыроеды не едят до 12. То есть, считается, что после сна организм самоочищается. То есть, не нужно его загружать лишней едой, организм очищается. Раз в неделю многие сыроеды голодают. Сухая голодовка. Там 24-36 часов раз в неделю. А если, допустим, вы с утра проснулись, часов 10, допустим, попили, выпили стакан воды, допустим, часов 12 вы выпили апельсиновый сок, например, либо грейпфруктовый сок, он тоже, кстати, очищает организм. Еще через какое-то время, часов 3, можно съесть зеленый салат какой-нибудь. Либо сделать в блендере, например, сладкие, либо не сладкие фрукты. Еще раз повторю, что фрукты, они бывают сладкие, не сладкие. Везде, где есть семена, это считается фруктом. То есть, это красный перец, болгарский, он разный бывает, желтый, вытянутый такой, круглый, тыква, потом кабачок, баклажан, везде, где есть семечки, в несладком, это тоже считается фрукты. Помидор, огурец, ну и еще дальше можно продолжать. И надо сочетать не сладкие фрукты, только если с не сладкими желательно, сладкие, желательно со сладкими. Еще, если вы заморочитесь, можете красное с красным сочетать, а зеленое только с зеленым, желтое с желтым, это еще лучше будет. Но как определить, черное-черное, красное-красное? Когда вы разрезаете, внутри смотрите, какой цвет, не снаружи, а внутри. А допустим, делайте какой-то коктейль в блендере. Фрукты, сладкие, допустим, яблоко, груша, они по составу примерно одинаковые. Яблоко, груша. Старайтесь больше трех не смешивать, допустим, два-три фрукта плюс какую-то зелень. Зелень я бы, наверное, все-таки предпочел тоже две-три максимум, в один раз. Если вы летом это делаете, старайтесь дикую растущую зелень собирать, обязательно дикую зелень. Везде в наших странах она растет. Валом, в лесу, там выйдя просто за город, и в Америке, и в Австралии, и на Кавказе, и везде этого полно. Проблем никаких нет. Немножко надо заморочиться первое время, если кто не разбирается, купить себе книжки либо в интернете посмотреть, как такие дикие травы выглядят. В интернете этот список есть очень много, сейчас об этом пишется и говорится. зеленый коктейль называется. Как он делается? Два-три фрукта, две-три зелени добавляются, чуть-чуть воды можно добавить. Если очень сладкие фрукты, овощи, без воды тогда. Вода это уже лишнее. Я вообще сторонник того, чтобы не смешивать ни мед с водой, ни фрукты с водой. если вы хотите получить максимальную пользу от воды, пейте отдельно воду, отдельно фрукты, зелень можно пока на начальном этапе при переходе. Это потом уже можно это все немножко разделять. По поводу зелени хочу сразу еще отдельно сказать. Я делал так, ставил поднос перед собой на стол, нарезал туда разную-разную зелень, там, петрушку, укроп, кстати, зелень от морковки, от свеклы тоже можно есть. Там в 10-15 раз больше витаминов, нежели в самих корнях. Чтобы вы просто знали, на всякий пожарный я вам говорю. Все это можно нарезать, положить на поднос и в течение дня перед вами это будет стоять. Если жарко, выбирайте в холодильник. Если холодно дома, можно на день оставлять. То есть вы, допустим, садитесь кушать, у вас, например, зеленая гречка какая-то и вы с этой зеленой гречкой можете потихонечку кушать. Первое. Надо вырабатывать жевательный рефлекс, научиться правильно жевать. Все, грожусь снять лекцию по жеванию, никак не могу, дойдут руки, сделаю. Надо учиться заново жевать. Я учился жевать, у меня мышцы болели 4 месяца жевательные. Жуем. Первое. Это нагрузка для зубов, для оливиолярных отростков верхней и нижней челюсти. Такие кости, где сидят зубы, они тренируются, плюс мышцы тренируются, на сами зубы больше нагрузка идет, потом вы делаете массаж, зубам, когда вот это все внутри массы распределяется. В идеале, в идеале, я бы предпочел не делать бы никакие зеленые коктейли, я бы лучше взял отдельно яблоко, ел бы с зеленью, отдельно грушу потом. Когда вы едите сначала яблоко с зеленью, то есть у вас один слой идет пищи вместе, потом вы едите что-то другое, еще лучше, и тем быстрее вы отвергнете от блюдоманских вещей. Но, я понимаю, что это очень тяжело на первом этапе, дальше можно в 4 часа, например, сделать себе салат, в 4-5 салат, сколько раз есть? 3-4 раза в день в принципе достаточно, но, я понимаю, поскольку вы переходите с обычного питания на сыроедение, будет жор, вы можете есть и 5, и 6, и 7 раз в день, но маленькими тогда порциями, разделяйте. допустим, сок, 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 он усваивается сразу у всех людей, и овощной сок, самое основное, чтобы вы понимали, больше нужны клетчатки, есть овощные клетчатки, и зелень, это самое основное, фрукты сладкие, это уже третье, это как баловство уже, чтобы насытить свой организм фруктозы. Делайте салаты различные, овощные, нарезайте, допустим, помидоры, огурцы, авокадо, зелень, опять же, какую-то, можно добавить масло, льняного масла, кунжутного масла, конопляного масла, оливкового масла, чуть соли, соль, естественно, морская, либо гималайская, другая соль не нужна, это соль неорганическая, мертвая, поваренная, ее никогда не используйте. Если же вы еще при переходе, допустим, что-то готовите, солью посыпайте только в конце, а также она меняет свои свойства. Когда вы что-то подогреваете, жарите, парите на начальных этапах, старайтесь на медленном огне делать, лучше пусть дольше будет, но зато и немножко не дожаривайте, не доваривайте, не допаривайте, потому что это гораздо полезнее, вы не успеваете все еще убить внутри. Зеленую гречку можете включить в рацион, один раз в день, если вы качаетесь, то возможно два раза даже включить ее. Какие каши можно использовать? Зеленая гречка, продается сейчас практически везде. Что с ней делают? Естественно, ее помыть надо, она грязная, потом замочить в той же воде, которую вы пьете, в числе, естественно. Замачивается она зимой, возможно, до суток, потому что холодно дома. Если у вас сильно греют батареи, вам едет тепло, то в принципе до 12 часов нормально, летом до 6 часов. После этого вы воду сливаете, эту гречку можно есть. Опять же, вы тренируете зубы, десна, потому что гречка, она чуть жестковатая, надо привыкнуть. Вы массируете десна, у кого есть парадонтоз, все пройдет. Пока не забыл, после соков не чистите зубы, ни в коем случае, слезет это мально, особенно кислые соки. Овсянка. Овсянка есть неочищенная. Все, что очищенное, это не покупайте, там ничего уже не осталось, это выбросить можно. Так же, как белая мука, вот это все, это все есть нельзя. Овсянка берется неочищенная, также в вегетарианских магазинах это продается, либо заказывать откуда-то. Также размачивается в воде, 5 минут, все, не знаю, зачем люди варят, я не понимаю, сколько раз это пробовал делать, 5 минут в воде, вода сливается, можно туда добавить мед, ягоды различные вкусные, летом свежие, зимой заморожен. Все, очень вкусно. Вот эти две каши, они хорошо будут насыщать. Рис пробовал замачивать, не очень долго замачивается, все равно он очень твердый становится. На первых парах, да, можно рис, может чуть варить его, в горячей воде замачивать просто рис, если первое время, что-то такого хочется, пожалуйста. По поводу бобовых, различных зерновых, я пробовал зерновые проращивать, они очень сильно закисляют организм, не рекомендую использовать, сразу откажитесь. Проращивать можно гречку, орехи, кто-то проращивает зерновые, но я бы не рекомендовал это делать. Зерновые, если проращивать, то до полутора миллиметров максимум. Все, что выше уже ростки, они говорят даже во вред идут. Многие выращивают вот эти ростки, делают из них соки, прям так себя шикарно чувствуют, но когда я смотрю на этих сыроедов, которые это все делают, куча орехов там, есть такие сыроеды, которые по восемь лет уже, ну, выглядят они, конечно, не очень. Они жирные реально, все это не есть хорошо. Зерновые я бы не стал есть, бобовые, там очень много ядов бобовых содержится, и поэтому лучше их все-таки, наверное, на переходном периоде полуваренные есть, это соя, фасоль, горох, горох, кстати, летом можно есть сырой, там очень много витаминов, микро-макроэлементов. Кстати, вот можно замачивать чечевицу. И чечевица, она очень полезна, также в воде ее замачивать, она бывает такая красноватая, немножко очищенная, и не очищенная, такая зеленоватая. Зеленоватая также размачивается, но более долго, то есть можете также использовать, чтобы насытиться. То есть уже можно замачивать зеленую гречку, овсянку, плюс чечевицу двух видов. То есть без проблем. Растительное масло, оливкое масло, льное масло, пожалуйста, кунжутное, конопляное, говорят, есть еще там различные виды масел, там типа, крышковое масло. Очень-очень много различных еще масел существует, сейчас их не буду все перечислять. Также, орехи. Что с орехами делать? Орехи, во-первых, когда покупаете, нужно мыть. Мойте обязательно, там очень много грязи. Если будете не мытые, грязные орехи есть, то будьте подкармливать патогенную микрофлору. Обязательно нужно их мыть, обязательно их надо замачивать на несколько часов, хотя бы два-три часа. После этого их можно есть. Все семена, а также надо мыть, замачивать. Но орехи не надо есть в больших количествах, не делайте ошибок. Это очень важно. Многие сыроеды их едят тоннами, килограммами, и очень сильно можно испортить свое здоровье. Какие орехи я бы в первую очередь использовал? Грецкие орехи, фисташки и лесные орехи. Все остальные орехи, они очень вредные. Также можно использовать кедровые орехи, еще четвертые, очень хорошие. Но их не ешьте килограммами. Их не нужно есть килограммами. Там съели там в день, я не знаю, когда на переходе, ну чуть больше, может съели там 10 там в день, например, грецких орехов чищенных, да там. Также их не мешайте с медом желательно, не нужно их мешать. Кстати, мед можно есть на переходном периоде. Он очищает организм. Я понимаю, что у вас жор будет, вы будете много ездить. Ну, ради бога, смешивайте, ничего такого нет. Но вы должны понимать, чем более раздельно вы будете есть, чем меньше специй будете добавлять, тем быстрее вы перейдете на сыроедение, потому что все-таки когда большое количество специй разных, лука, чеснока, все-таки убивает микрофлора, она не успевает сформироваться. Лучше чистится периодически, например, делайте хреновуху, как я всегда уже говорю, кладете в блендер красный помидор, например, несколько, можно красного перца добавить, хрен добавить, либо имбирь добавить, лук, чеснок по вкусу, соль по вкусу, либо вообще без соли, если вы уже отправляете соль. Делайте такую хреновуху, можно красный перец, черный перец добавить по вкусу, еще какие-то травки туда бы добавить. И уже периодически, там раз в месяц, можно такие чистки устраивать при переходе на сыроедение. Также можно, допустим, зеленой гречкой, вот такие соусы различные делать. Рецептов в интернете очень много существует. Семена, например, кунжутное семя, конопляное семя, льеное семя, очень полезные вещи, пожалуйста. если вы так, как будете есть, они не перевариваются. Берите кофемашину, размельчайте их с водой, также какие-то добавляйте специи, также из них соусы различные можно готовить. Наконец-то, я, может быть, скоро начну эти рецепты выдавать про эти все интересные соусы, как их делать надо, какие-то собственные, может быть, разработки. пока руки, опять же, не доходят, еще все не успеваю. Если вы что-то пытаетесь нагреть, опять же, повторю, нагревайте до 40-42 градусов. Летом, конечно, больше диких трав используется. Ну, получается, какой рацион, допустим, сок, например, и вода, это все-таки вода, вы должны понимать, если вы, допустим, пьете очень много воды и встаете ночью по 5 раз в туалет, это значит, уже много вы пьете. У меня тоже такое было. Примерно 2-3 литра в день сыроедом при переходе, да, потому что у вас детоксикация будет, вам надо больше воды, кто-то даже говорит до 4-х литров, ну, кто-то спортом даже начинает заниматься, высвобождается очень много энергии, пожалуйста, занимайтесь, получайте удовольствие, не надо себя ограничивать. Хочется медитировать? Медитировать, а хочется, в спортзал идите, идите. Хочется больше воды выпить? Выпейте, хочется больше съесть, когда жор наступает. И как, пожалуйста, ешьте, никаких проблем нет. Но вы должны понимать, что этот переходный период когда-то закончится, вы должны будете стабилизировать свою диету, чтобы меньше есть, потому что организму человека не нужно столько есть. Например, сок, можете купить себе соковыжималки профессиональные, они из травы выжимают соки, также с водой их размешивать, с фруктовыми соками, траву тоже можно пить, потому что она горькая, вы не сможете ее так пить. Я бы в идеале до 10 до 12 вообще ничего не пил, не ел, потом можно, допустим, выпить воды, через час выпить соку, либо зеленого коктейля сделать, потом, допустим, ближе к 4, либо поесть какой-то гречки, либо овсянки поесть порцию с зеленой, с зеленью, опять же. После уже ветша можно сделать себе овощной салат, с каким-то растительным маслом, с вашими специями любимыми. Вот примерно такой рацион стандартный. Если же вам больше хочется есть, можете перекусывать между этим. Какие-то овощи съесть отдельно, фрукты съесть отдельно, арбуз, дыню, какие-то ягоды, если сезон. В блендер также можно ягоды добавлять и сок добавлять, допустим. Если вы не хотите воду добавлять, даже можно сок добавлять, кладете, допустим, яблоко, если где нет очень много сока. Ну, сухие бывает, что сезон закончится, еще остатки продают, они сухие уже. Также можно добавлять соки из других сладких фруктов, чтобы это все блендер захватил, траву дикорастущую, нет дикорастущей, пожалуйста, петрушка, укроп, дикорастущей травы очень много. Та же крапива, пожалуйста, подорожник, сны там. Очень и очень много различных трав. Можно отвары также параллельно пить, но сильно не кипятите, а доставите на воде, пусть лучше сутки настоится в теплой воде, там как иван-чай, например, другие различные травы, зверовое, ромашка там. Очень и очень много различных трав существует. И у меня на канале есть и видео дикорастущей травы и рецепты я часто различные при очищении даю там. Очень и очень много тоже можете посмотреть у меня, либо в интернете, либо у других людей, кто непосредственно травами занимается. Лука с чесноком, я бы очень много не рекомендовал есть. Многие люди, они каждый день по привычке после перехода с животного питания начинают везде лук, чеснок, то есть первое время у вас это будет просто паразиты, может быть, какие-то даже привычки, но все равно вы в голове держите, что лук с чесноком и с орехами это очень плохо и соль. Постепенно от этого придется отказываться. Вы должны всегда в голове это держать, когда вы это кушаете. Ешьте с удовольствием, сколько нужно, но впоследствии вы должны это уменьшать, уменьшать и уменьшать. Про белок. Белок, он не нужен человеку, это вообще огромный миф. ни животный белок, ни растительный белок, вы не бойтесь совершенно этого, все-таки полная ерунда. Организму самое основное, чтобы энергия поступала. Как вы эту энергию будете получать, организму мало волнует. Главное, чтобы это была легкая энергия, легко усваиваемая. Легко усваиваемая энергия, она легко усваивается только из фруктов, зелени, более-менее идеально просто усваивается, из листьев. Каша, это тоже тяжелая для организма, орехи, там очень много жира, помимо белков, там еще жира очень много. Авокадо кушаете, ягоды различные, соки пейте. Ну, в день, вы просили, сколько в день уходит и сколько уходит в неделю. Ну, это же такие вопросы условные, потому что один весит 50, килограмм, девушка там может 45 даже весит килограмм, мужчина может 120 килограмм весить, там двухметровый рост, но это все условности, да, во-первых, если брать среднестатистический вес, там 70 килограмм, да, мужчина. Ну, вот смотрите, допустим, да, допустим, берете, утром выпиваете, там, стакан, ну, там, сколько там, 300 грамм воды, например, с лимоном, либо с мёном, потом выпиваете сока, например, тоже там 300-400 грамм, если делать и зеленый коктейль, ну, на одного человека, там, сколько получается, тоже 400 грамм, где-то, 450 может быть, кто-то может больше пол-литра сделать, там, яблоко, груши, например, да, либо два яблока груши, ну, не знаю, можно банан добавить, потому что банан сухой, у него воды нет, и плюс зелень какой-то, ну, максимум пол-литра. Дальше, тарелка салата, например, сколько там тарелка салата получается, там, помидор, огурец, петрушка, укроп, например, масло-тое немножко, какие-то пряности, авокадо, например, можно добавить, ну, вот один авокадо, там, один или два огурца, и один помидор, ну, салат, сколько там получается, тоже 450 грамм, и гречка, например, либо овсянка, получается, тоже там примерно, там, 300-300 грамм, где-то, может, 200 даже, ну, вот это такой рацион, более-менее сложившийся сыроеда, орехов там, ну, немного можно в день съесть, там, грецкий орех, там, ну, 10 штук, 15 штук, других орехов там, вы поймите, что наш организм, вообще-то, не очень рассчитан на орехи, поэтому их часто есть не надо, если вы когда-то пробовали сырые орехи, они очень сильно отличаются от сушеных орехов, тем более, которые термическую обработку прошли, многие орехи не являются сырыми, такие как кишью, там, большое заблуждение, многие, кстати, продукты в сыроедческих магазинах, где написано, Роу сырое, это не значит, что это сырое, это 30%, возможно, все равно, какие-то манипуляции над ними проводились, допускается, Роу, 30% какие-то манипуляции, у меня тоже такое было, я, наверное, брал коноплю, да, семена конопли, смотри, что, ну, 8-10 грамм белка, берешь протеин конопляный, да, спрашиваешь продавца, что тут вообще, ну, говорит, взяли, перемололи просто и все, как там взяли, перемололи, если, например, 30 грамм получается на 100 грамм, что-то как-то неувязочка, значит, что-то все не проводили, какую-то экстракцию провели, хлорелла, водоросли можете есть, хлорелла, спирулина там, бывают всякие выжимки, вот эти тоже разные фирмы делают, из зеленых проростков пшеницы это делают, первое время можете пробовать есть, ничего страшного нет, на сыроедении главное вам попробовать, если вы будете там мне доверять, еще кому-то, это мой опыт, да, еще кому-то другой опыт, вы сами пробуйте, кто-то больше бобовых ел, кто-то больше фруктов, овощей ел, кто-то быстро перешел на фруктурианство, кто-то на кашах, на орехах завис, а вообще потом отказался от этого питания, сказал, да ну нафиг, не хочу, мне это не интересно, а также включайте голодание, как я сказал раз в неделю, дыхательную гимнастику, включайте, чтобы сильно и глубоко не дышать, нужно, чтобы накапливался СО2 в организме, это продолжает, пролонгирует жизнь, очень полезно, на чисто сыроедении, я бы соду не пил, перекись водорода, я бы тоже не пил, это не нужно, живого питания организму достаточно, когда будет много энергии высвобождаться, не обязательно бежать в спортзал, можете попробовать заняться йогой и медитациями, это гораздо лучше, если вы до этого никогда не занимались спортом, можете ходьбой заняться, походить в лесу, советую, конечно, биоэнергетикой заняться, это гораздо более полезно для вас будет, получите постепенно очень хорошие результаты, более равновешенные будете, окружающий мир для вас поменяется, это очень-очень-очень полезно. Итак, заканчиваю эту лекцию, то я могу еще один месяц разговаривать про это питание, очень-очень много подводных камней, если я что-то не сказал в этой лекции, пишите, постепенно я буду все это рассказывать, все больше и больше, но в ближайшие дни я сделаю про фрукторианство, что такое фрукторианство, и что едят фруктоеды. Спасибо вам большое, Будьте здоровы, не болейте, всем пока!